Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию стример по поимке щуки и другого хищника. Изготавливать я буду для ультралайта, но учитывая то, что если мы уберем нашу огрузку, мы спокойно можем изготовить и для нахлыстовой снасти. Учитывая то, что вес его 2,5-3 грамма, можно забросить его практически и двуручником. И другим спиннингом. Давайте приступим. Крючок я взял пайковый 1.0. Сделал его не зацепляечкой, поставил шарик латунный, окрашенный в белый цвет. И немножко огрузил до необходимого веса крючок. В качестве основного элемента, который у нас будет поддерживать стример, мы будем использовать мех белый песца. Нам понадобится хорошая такая щепоточка, приблизительно по толщине, как ампулка. Если по каким-либо причинам у вас нет такого материала, вы можете спокойно заменить его на искусственный мех, или же на перо, выполнить его полностью перьевым. Уловистость этого стримера не станет меньше. Я вам показываю это для того, чтобы вы могли увидеть, как на основе изготовления одного стримера можно изготовить, имея материалы еще дополнительно свои, какие-то стримера. Я стараюсь вот так как бы одеть на крючок. И уже ниткой беру без натяжки, вот так его подхватываю. А потом только лишь подтягиваю. И у меня за счет того, что я выполнил такое крепление меха, у меня уже мех равномерно рассредоточен по моему загибу. Для того, чтобы стример имел симпатичную привлекательность для рыбы, я возьму еще вот такой мех песца, который значительно покороче. Буквально парочку щепоток небольших, гораздо меньше, чем сам белый мех. Также отрезаем необходимый кусочек, удаляем подшерсток, поломанный волос. Подшерсток, как обычно, я не выбрасываю. Нам необходимо с вами теперь с одной вот так стороны закрепили. Не рассредотачивая так, чтобы у нас наш красный мех больше пошел со стороны. Вот так, как видно вам. Сверху, чтобы он сильно у нас не залазил. И отрезаем второй пучочек. Укладываем его с другой стороны. На основе изготовления таким методом можно изготовить любые под свои потребности стримера. Перо, искусственный мех. Все, что вы будете считать необходимым. В частности, я вам показываю, как мы формируем хвостовую часть нашего стримера, для того, чтобы у нас была хорошая точка атаки. Закрепили. И вышел вот такой у нас симпатичный хвостик. Для того, чтобы он был еще у нас лучше, нам необходимо закрепить сейчас определенное количество блестящих элементов. Я выбрал по остаткам. Живучесть щучьих стримеров. Вы его, как я уже повторю, потеряете. Или какая-то щучка у вас его откусит в неподходящий момент. Быстрее выйдет из строя, чем наши материалы придут в неводность. Но желательно, конечно, использовать качественный материал. Добавим еще немножко. Вот, я думаю, столько нам будет уже достаточно. И, как обычно, я, допустим, промазываю клеем. И мы начинаем теперь крепить наши элементы. Те, которые у нас будут участвовать в изготовлении тела. Промотаем. Промотаем. Основной материал, из которого у нас будет изготовлено тело, это я буду использовать тесьму, которую я в свое время приобрел в галантерейном магазине обыкновенном. Довольно-таки удачный вышел вариант. Разные вот такие вот расцветки, я уже неоднократно показывал, заменяет нам в вязании ту синель, которая продается в магазинах. Но для начала мы должны с вами закрепить проволоку, леску, тот элемент, которым мы будем с вами потом закреплять перо на теле. Приблизительно такой же стример я уже изготавливал. Единственное, это то, что мы немножечко меняем крыло, тело, но и опять же выполним по-другому опушечку. Убрали нашу проволоку. Крепим сразу здесь нашу тесьму. И немножко, для того, чтобы уже не проявилось наше тело, промотаем теперь хорошо ниткой. Мы промотали тело, так, чтобы оно не проявилось у нас. И теперь остается нам с вами слегка промазать клеем наше тело и произвести ну, как можно плотнее намотку нашей тесьмой. Давайте приступим. При намотке, друзья, старайтесь подкручивать тесьму, чтобы она у нас ложилась более ровно. Намотку по телу мы с вами будем осуществлять не до конца, а приблизительно не доходя буквально вот полсантиметра до нашего свинца. старайтесь для нашего тела, крыла и всего остального оставить вот этот промежуток хотя бы один сантиметр, так как на нем вы потом увидите, мы будем крепить крыло и выполнять опушку. Сделали. Убираем нашу тесьму, она нам теперь не нужна. Годится для того, чтобы наше тело было более симпатичным. Я подготовил вот такое перышко гризли. Уберу сейчас те, которые мне немножко мешают. Бородки подготовим его и крепим его там, где мы закончили нашу тесьму крепить. Оставляем нашу ниточку здесь. И теперь у самого загиба, вернее, у самого крепления нашего тела выполним один полный оборот. И теперь по нашей синели, которую мы намотали, выберем шаг и выполним ровно столько, сколько будет позволять нам длина нашего пера. Дошли до загиба и здесь мы сделаем считайте один полный оборотик. Пока удерживаем наше перо и в обратном направлении, как мы мотали наше перо, сперва нашей проволокой выполняем один полный оборот. Перо можем отпустить, оно нам уже не мешает. стараемся не примять бородки, раздвигая их вот такими движениями, крепим его проволокой. дошли до места крепления пера, выполним парочку полных оборотов, закрепим хорошо и нашу проволоку отломаем. Вот так. Теперь спокойненько можем отрезать перо, отрезать, оторвать. Я обычно отрезаю, даже стараясь не нервничать. Мы выполнили как в улей багер с вами, но не до конца обмоточку. Теперь с вами мы изготовим крыло. Крыло я буду изготавливать также из двух видов меха песца, черного и белого. Но учитывая то, что наша мушка достаточно стабильна, имея такой длинный хвост, нам необходимо будет только лишь застабилизировать наш стример, чтобы он у нас не вращался. поэтому нам необходимо совсем небольшое изготовить крыло, которое стабилизировало бы при быстрых проводках наш стример. Поэтому я возьму без белого, без ничего, один хороший вот такой пучочек меха песца приблизительно по толщине, если его прокрутить и спрессовать. Третья часть нашего карандашика, как считайте, две спички по толщине. Также удаляем подшерсток, удаляем поломанные некрасивые наши волоски. примеряем наше крыло. Как я уже говорил, оно должно по длине доходить до середины нашего хвостика. Остатки лишние подровняли, отрезали. Добавим теперь немножечко обязательно, как я уже неоднократно показывал, клей там, где будем крепить и вот так на торец меха, который я буду крепить. Строго вертикально стараемся не рассредотачивать мех притяжной петлей. Подхватили его, посмотрели, вполне хорошо, вполне нормально. И теперь можем спокойно подхватить наш мех. После этого мы можем вот так взять ноготком и сделать здесь вот так своего рода как черепицей покрывают дома крышу. Но мы не будем этого делать, потому что нам в данной конструкции это не нужно. Вы, если хотите, пожалуйста, можете экспериментировать. и здесь я уже возьму совсем немножечко нашего такого материала кристалл флэш, так как учитывая то, что у нас перо находится наверху и уже с материалом путаться не будет так сильно. Прихватываю его вот так с одной стороны, переламываем и закрепим с другой стороны. Подровняли, отрезали. Учитывая то, что при дальнейшем изготовлении нам немножко будет мешать мех, я беру обыкновенный клей-карандаш и убираю вот так свое перо со всей лохматостью в один пучочек, чтобы мне не мешало. Самое теперь интересное момент для вашего творчества. Я подготовил ну несколько перьев, те, которые, допустим, у меня, так же, как и у вас, имеются всегда в наличии. Допустим, вот гризли, желтая, оранжевая, зеленая, еще оранжевая, шартрес, желтая другого оттеночка. Для чего я это подготовил? Из перьев, которые я подобрал, мы будем на оставшейся вот этой части, которая образовалась наша шея, выполнять опушку. Ну, так было задумано и проверено уже. Поэтому вначале я беру перо, которое гризли. Как вы видите, оно вот немножечко бракованное, поэтому жалко его было выбрасывать. мы его будем использовать в этом варианте. Крепим там, где мы закрепили крыло. Следим за тем, чтобы место крепления пера было достаточно ровненьким. Иначе, так как мы с вами закрепим, так и намотаем. И теперь уводим все бородки, которые вот есть, в сторону нашего загиба. И выполним буквально посмотрите на свое перо, сколько вам по величине будете подбирать. Выполним пару-тройку оборотов. Это для того, чтобы мы могли с вами потом выполнить переход к другому цвету. закрепили наше перо. Остатки удалили. Теперь, как вы сами захотите, можете выбирать чередование цветов. Я, честно вам скажу, никогда не задумывался над этим, какой первым. Желтый, зеленый, оранжевый. Но, учитывая то, что сочетание желтого, оранжевого и шартрес дает очень хорошее у нас сочетание. Поэтому, я сейчас закреплю перышко желтое, которое у меня достаточно по величине бородок подготовим его. Закрепили аккуратненько. Следим за тем, чтобы у нас было место для крепления дальнейших перьев. И здесь же, так как мы обычно изготавливаем лососевые мушки или же на трубках, стараемся подготовить площадку для того, чтобы наше перо более качественно ложилось при намотке. Укладываем наше желтое перышко. Также пару-тройку оборотов больше нам не надо. так, чтобы обозначить цвет. Подводим, закрепили, убрали все бородочки назад, закрепили спереди пера, остатки пера отрезали. берем теперь наше оранжевое перышко. Точно так же подготовили. Также на место крепления давайте добавим капельку клея и следим за тем, сколько у нас еще по нашей цветовой гамме поместится перьев. С расчетом того, что мы уже с вами закрепили два перышка, я думаю, еще мы парочку цветов должны закрепить. Закрепили хорошо наше оранжевое. Оранжевым выполним также парочку оборотов. Следим за тем, чтобы наши бородки не сильно путались. Как раз парочки нам и будет достаточно. закрепили. Закрепили. Убрали все бородки назад и окончательно промотаем место крепления. Убираем остатки пера и теперь переходим к нашему шартрес цвету. Вот такому. Так же, как и прошлое перышко подготовили. Убрали пуховые. Здесь они нам как раз не нужны. и крепим наше перо. Цветом шартрес можно будет выполнить несколько больше оборотов, так как оно у нас не совсем такое ядное, как оранжевое. Вот. Наши бородки уже становятся покороче. мы с вами теперь его закрепим и отрежем. Как вы видите, мы можем с вами закрепить еще зеленое перо или же желтое перо. Но мы сейчас давайте с вами все-таки закрепим возьмем перышко такое гризли и закрепим его спереди. Нам ярких элементов уже больше чем достаточно. Мы с вами закрепили вот такое перышко гризли и как я уже начал свой разговор ершик можно этот изготовить из меха оленя. Но учитывая то, что у нас не всегда можно найти того оленя которого нам необходимо я предлагаю предложил вам вот такой вариант с использованием перьев которые практически можно потом если захотите и подстричь если у вас недостаточное количество пера или его величина не позволяет в основном это тот же самый маглер дошли до нашей головки и теперь аккуратно так чтобы мы не образовали шею закрепим наше перо основной момент который как всегда я вам показываю рассказываю для того чтобы 10 раз нам не проматывать я промазываю нить клеем увожу обратно мочу пальцы увожу обратно вот так все бородки перьев и здесь выполнил 1-2 оборота если нить у вас достаточно толстая можно даже не делать дополнительно узел а за счет клея она у нас будет держаться убрали и теперь друзья аккуратно отрезаем остатки перьев берем еще наш один любимый инструмент это вот такую щеточку и аккуратно с вами подровняем все перо которое мы наматывали и все наш вот такой элегантный симпатичный стример как вы видите готов к работе очень уловистая приманка практически по любой рыбе в зависимости от того как вы его будете изготавливать измените хвост сделаете его из пера гризли 2 3 перышка с удовольствием будут брать карп поменяете расцветку еще на более прогрессивную щука скажу вам откровенно его и так не пропускает а так будет просто за ним гоняться в зависимости от величины как вы видите довольно таки симпатичная приятная наша приманочка вот и все благодарю вас за внимание до скорых встреч удачи